Андрей Балконский безвыездно прожил два года в деревне. Одну половину своего времени Андрей проводил в Лысых горах с отцом и сыном. Другую половину времени в Богучаровской обители, как называл отец его деревни. Несмотря на высказанное импьеру равнодушие ко всем внешним событиям мира, он усердно следил за ними. Получал много книг и к удивлению своему замечал, когда к нему или к отцу его приезжали люди свежие из столицы, из самого водоворота жизни, что эти люди в знании всего совершающегося во внешней внутренней политике далеко отстали от него, сидячего безвыездно в деревне. Весной Андрей поехал по опекунским делам в Рязань, по пути заезжая к Илье Андреевичу Ростову. Легко как? Что? Легко. Что он говорит? Да, об весне верно, как скоро, и береза, и черемуха, и ольха уже начинают, а дуб, и незаметно, да вот он, дуб. На краю дороги стоял дуб с огромными своими неуклюжими, симметрично растопыренными корявыми руками и пальцами, только он один не хотел подчиняться обаянию весны, и не хотел видеть ни весны, ни солнца. Весна и любовь и счастье, и как не надоест вам, все один и тот же глупый, бессмысленный обман, нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Вон, смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинокие, и вон, и я растопырил свои обломанные пальцы, где не выросли они из спины, из боков, как выросли, так и стою. Андрей несколько раз оглянулся на этот дуб, проезжая по лесу, как будто он чего-то ждал от него. Да, он прав, тысячу раз прав этот дуб. Пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем жизнь. Наша жизнь кончена. Вон, смотри. Наташа, подожди. Ты куда? Чему она так рада? О чем она думает? И чем она счастлива? Илья Андреевич, как всякому новому гостю, был рад Андрею и почти насильно оставил его ночевать. Только еще один раз. Ну, когда ты уже спать будешь? Я не буду, я не могу спать. Ну, что же мне делать? Ну, последний раз. Ах, как прекрасно. Ну, а теперь уже спать. И конец. Ты иди, а я не могу. Соня, ну проснись же уже, ведь этакой прелестной ночи никогда, никогда не бывало. Ты посмотри, что за луна? Ах, какая прелесть. Пойди сюда, тушенька, голубушка. Ну, пойди сюда. Вот видишь? Так вот, села на корточке, поджала коленки. Туже, как можно туже. На ту же цену надо. И полетела бы. Вот так. Полная, ты сейчас упадешь, ведь второй час. Ах, ты только мне все портишь. Ну, иди, иди. Ах, боже мой, боже мой. Ну, что же это такое? Спать, так спать. И дела нет до моего существования. И опять она. И как нарочно. Да, здесь, в этом лесу, был этот дуб, с которым мы были согласны. Да где он? Старый дуб, весь преображенный, раскинувший шатром сочный, темной зелени млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого горя и недоверия. Ничего не было видно. Сквозь столетнюю жесткую кору пробились без сучков сочные молодые листья. Так что верить нельзя было, что этот старик произвел их. Да, это тот самый дуб. Нет, жизнь не кончена в 31 год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok